всем привет в этом видео я хочу показать и рассказать как самому сделать плановое тех обслуживание автомобиля в данном случае это deo lanos ну подходит как и сенсу и шансу и каких-то еще пару есть моделей это мы будем все делать своими руками в гараже практически без инструментов потому что тут такие фильтра которые меняются можно сказать от руки только нам нужно будет ключ когда мы будем раскручивать чтобы слить масло так в принципе все здесь меняется без инструментов ну из так с минимальными какими-то знаниями сразу отмечу подойдет она новичкам потому что я первый раз сам это буду сейчас делать в принципе по посмотрел в интернете почитал литературу в теории это не не так сложно сегодня мы поменяем масляный фильтр поменяем воздушный фильтр кстати есть на моем канале как поменять фильтр салона в этом автомобиле просто и это обойдется буквально в 15 минут и топливный фильтр поменяем и поменяем конечно же масло начнем с самого наверное тут что есть тяжелого это это вот наш фильтр очистки топлива то есть топливный фильтр начинаем мы с топливного фильтра ждем пока масло в двигателе остынет чтобы потом спокойно его слить с чего же начнем отсоединим ненужные воздушные шланг очки которые будут мешать и достанем фильтр с его посадочного места так будет проще сразу отмечу что двумя способами меняют этот фильтр вынимает предохранитель запускают двигатель и ждут пока опустошится этот фильтр чтобы не расплескать бензин по гаражу и там по машине или же второй способ который выбрал я просто мы снимаем это есть у нас заглушки на нашем новом фильтре и мы поставим их на на наш старый фильтр с топливом и тогда ничего мы не прольем вытаскиваем фильтр с его посадочного места чуть-чуть переложим усилием спокойно выходит отщелкивается не поднимаем его вверх вот у нас есть сразу отмечу промучился я только что минут 20 с вот этими фишками тут все просто они в теории их загибаешь и оттягиваешь этот сланг на себя но я только шел минут двадцать мучился ничего мне не получилось использовал и в дешку и в итоге мне помог обычный нож тогда я поджимал фишки они почему-то не вылазили пришлось помогать ножом даже чуть-чуть вот эти самые фишки я повредил чтобы снять снять вот этот шланг ну вот опять попробуем его вытащить опять не получается будем чуть-чуть колхозить вот удалось мне с помощью ножа даже вот повредил его и чтобы не выливалось топливо берем заглушечку с нового фильтра и надеваем сюда пару капель и пролилось ничего страшного с этого шланга тоже он вверх смотрит никуда ничего не денется и по такой же схеме если у вас отщелкивается хорошо если нет пытайтесь с ножом использовал даже вот зажимчики не выходит она не знаю чем это связано буду пытаться отщелкивать сняли мы ставим заглушечку снова фильтра держим и вот у нас фильтр полный топлива есть надо будет потом легко можно слить бензин для каких-то может сняли мы наш старый топливный фильтр видим что все практически аккуратненько пару капель есть и будем ставить новым вот у нас полный комплект от фирмы золекс и тут есть вот такой интересный проводок как я понимаю это заземление но на старом фильтре у нас не было вот для него есть фишка но у нас вот такая вот не подходит и в принципе наш корпус вот этот куда крепление то есть фильтра выполняет роль заземления поэтому можно отсоединить проводок отвести в сторону и вставлять новый 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 фильтр вставляется он есть направление но обычно как я когда снимал заметил что вот это вот это выпуклась она здесь и на корпусе на крепление тоже есть поэтому мы ставим его вот так вот подсоединяем фишки подсоединяем так потому что здесь здесь есть бензин подсоединяется он вставляется все тяну я просто до защелка даже не было тучи щелчка но он он у нас не снимается все нормально и вторую сторону таким же вот тут был щелчок все есть у нас вот он встал на свое место и теперь заводим его в наше крепление заводим наше крепление все отлично встало теперь смотрим те чтоб воздушные провода мы отсоединяли обязательно назад подсоединяем подсоединяем назад наши вакуумные провода все встал он у нас нормально все думаю следующий раз будет попроще потому что тут не такие защелки не попроще я думаю если нажать с двух сторон они вылезут нормально а вот кстати вот и заземление пригодилась здесь есть выпуклость на фильтре вот встала фишечка теперь можно быть спокойно что не произойдет какое-то замыкание или не проскочит искра есть или еще что-то в принципе если не будет проблем защелка это вообще не не сложно установили мы новый топливный фильтр и вот в новом топливном фильтр я просто зажимаете две две штучки и он и он спокойно выходит и назад ставится и уже все и уже он стоит плотненько вот так он должен выходить не знаю почему так случилось что я чуть-чуть помучился и даже пришлось ножом там поковырять и перед тем как заводите так как пустой топливный фильтр нужно про топливный насосом пару раз включите зажигание выключите тогда он наполнится и и без проблем заведется следующая пока остывает масло поменяем воздушный фильтр здесь буквально все просто отсоединяем эти фишки которые на топливном корпусе ой воздушном аккуратно отсоединяйте потому что уже вот одну я потерял сейчас полезу под машину ее искать просто и поднимается это вверх воздушный фильтр вот у нас в руках ну среднее состояние не скажу что совсем он плохой но раз уже купили новый будем будем его менять артикули все я оставлю в описании если вам пригодится зайдете посмотрите новый старый был вик стал корея стар будем ставить ставится можно его положить просто сюда можно встает нам свои пазы смотрим чтобы нигде не было отсоса воздуха и защелкиваем обязательно посмотрите чтобы у вас были все защелки сейчас я залезу под машину заберу эту суп круто секундное дело но перед началом зимы да и вообще необходимая вещь воздушный фильтр теперь перед заменой масла откручиваем чтобы не было чтобы не было вакуума и перед заменой масла не спешите сливать так как у вас могут возникнуть какие-то проблемы с масляным фильтром который находится здесь я предпочитаю закручивать руками так сама спокойно он будет откручиваться но бывают моменты что он прикипит или что-то еще но нет видим наш идет если идет оставляем его в таком положении и можно сливать масло и спокойно открутиться вот наша сливная пробочка берем трещотку с головкой на 17 заранее подготовленная емкость для слития масла и откручиваем по обычному защита нам не мешает откручиваем и сливаем внизу у нас сливная пробка открыта емкость для сливания масла подставлено и теперь откручиваем наш масляный фильтр есть от наши масляный фильтр чуть-чуть наливаем туда масло не наливайте доверху потому что по дороге вы его все равно потеряете можно налить сюда смочите вот этот резиновый уплотнитель налил я масло вообще не знаю грамм 50 теперь ставим на его законное место накручивается он просто на разных машинах руками именно масляный фильтр закручиваю он вакуумируется и ничего с него не течет вот и все достаточно можно еще для для верности тряпкой подтянуть тряпкой подтянуть ну ну в принципе и так сядет и доливаем для этого мотора нужно 3750 объем литров наливаем после того как зальете до конца уже можно три с половиной литра может чуть больше залить поездить и на следующий день проверить уровень обязательно на ровной площадке на ровной дороге вот принципе и все на на заливке масла можно считать завешенным этапы тех обслуживания планового напоминаем мы заменили наш топливный фильтр уже его будет проще еще заменить и потом воздушный фильтр масляный фильтр также смотрите на моем канале как просто заменить фильтр салона и напоминаю что нам нужно сейчас пойти запустить двигатель перед этим пару раз включить выключить зажигание чтобы напомнился наш топливный фильтр но и можно не закрывать капот чтобы проверить все ли нормально заглянуть под машину не течет ли откуда масло вот такие вот нюансы от себя хочу добавить что я первый раз менял на этом автомобиле делал тех обслуживания ничего в этом нет сложного поэтому пробуйте пишите какие-то нюансы в комментариях какие у вас возникли ставьте лайки подписывайтесь на канал постараюсь сделать еще много интересных видео а